Хотел бы поделиться небольшим свидетельством. Вчера я летел из Чебаца сюда, в Москву, и у меня был рейс, и его задержали на два часа. Я немножко расстроился, но Господь меня вложил в мысль, кому-то поделиться словом. Вот, и перед тем, как сесть в самолет, я включил проповедь в зале ожидания и слушал. Были очень интересные мысли. Далее я сел в самолет и продолжил смотреть. Сидел я посередине, у меня было место слева и справа. Мужчина прошел и говорит, ну, чтобы пройти, попросил меня встать. Я поставил на паузу, он присел. Далее я продолжил слушать. Сказали, сейчас будет взлет, пожалуйста, отключите устройство, поставьте наушники, выньте и так далее. Я только вынул наушник, он говорит, а кто это? Пастор говорил, а кто это? Я говорю, это пастор, пастор нашей церкви. Он говорит, а какой церкви? Я говорю, я хожу в церковь Великая Божия. Он стал расспрашивать меня более подробно. И я делился с ним. Было... Мне Господь такое слово дал. И я с ним делился очень долгое время. Он спрашивал, что такое христианство, кто такой Бог. Постоянно интересовался на протяжении всего пути, что я не смог досмотреть проповедь. Но все-таки я досмотрел ее потом. Вот. И прилетев, мы приземлились успешно. И он спрашивает меня, куда тебе? Я говорю, я хочу тебя подвезти на такси. Поедем вместе. Я говорю, нет, спасибо, спасибо. Он настоял. Говорит, я хочу, чтобы ты поехал со мной. И дальше делился. Мне очень интересно. Я был крайне удивлен его интересом. И продолжил делиться с ним. Мы сели в такси. Дождались его. Сели в такси. И мы встали в пробку. И час благовестия продолжился. Далее он столько вопросов задал. И он говорит, откуда ты знаешь все эти ответы? Ну, откуда ты это знаешь? Я говорю, Господь все ответы дает. Но то, что вы мне дали, я могу ответить. Вот. И я так был рад. Слава Богу. И мысль мне тоже пришла одна. Александра Николаевича, то, что было в библейском конкурсе. Благовестие – это сила Божья через нас. После того пальца. Да. Так радостно. Смылся. Слава Богу. И было замечательное время. Слава Христу. Аминь. Хорошо. Итак, Псалом 145. Блажен. Пятый стих. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них вечно охраняющего верность. Как вы думаете, сильному человеку нужен помощник? Бог Иаковлев. Аминь. Я сильный, и мы говорим, тебе нужен помощник. Седьмой стих. Творящего в суд обиженным, дающего хлеб алчищем. Господь разрешает узников. Мне понравилось сегодня. Кто открывает двери темницы? Кто выпускает узников на свободу? Кто? Только Господь. Мы думаем, что это правоохранительные органы. Нет, это Господь делает. И мы с вами понимаем, что сейчас человеческое управление, но выпускает узников на свободу кто? Господь. Аминь. Поэтому хождение пред Богом очень важно. И дальше. Господь отвязает очи слепым. Вчера замечательные были прачки слова. Дальше. Господь выставляет тех, кто выставляет согбенных. Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев. Кто в Москве пришелец здесь? Все. Все, да? Хайни, ты пришелец в Москве. Итак, Господь хранит пришельцев. Господь хранит пришельцев. Поддерживает сироту и вдову. Аминь. Которая воспитывает, может быть, детей своих. Господь поддерживает. Далее. Путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Бог твой сион в рот и рот. Аллилуйя. Отец наш небесный, мы в предвкушении Твоего слова. Спасибо, Господь. Ты обещал сохранить нас. Ты возлюбил нас до конца. Благодарим Тебя за то, что из уст молодого человека изливалась вода живая, Господь. Спасибо, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты служишь людям, которые голодны и жажду по слову Твоему, по настоящим словам истины, по неизменной воле Бога и сердце Бога, чтобы знать, наконец-то, Твой характер, Твою природу, Твою завершенную работу. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты нелицеприятен. Слава Тебе, Господь. Это так здорово. Ты нелицеприятен. И Ты, Господи, любишь каждого. Спасибо Тебе, Господь. Мы молимся о слове сейчас. Мы молимся о помазанном слове и о концентрации, Господь, на слове Твоем, потому что мысли очень хорошие из Твоего сердца. Мы просим Тебя благослови это слово и слушающих. Блаженны Тот, Который читает и слушающий Слово Божие. Ибо время близко. Слава Тебя. И во имя Иисуса Христа мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, наша проповедь сегодня называется так. Два царя и две блудницы. Аминь. Я буду делать ударения на принципах, чтобы мы с вами заметили. Итак, проповедь такая. Два царя и две блудницы. Третья книга царств. Вчера у нас было очень хорошее время на пикнике. Вы знаете, мясо было приумножено, так что еще целый казан, понимаешь. Илья зря сказал, да? Ну ладно. Ладно, концентрация, концентрация не ушла. Итак, у нас еще целый казан там мяса, вы представляете, да? Ой, Господи, спасибо. У нас сегодня предчастие, у нас сегодня время вместе. А кто столы со стульем видел? Аминь, да? Мягонько сидеть, общаться друг с другом, кофейко попивать. Аллилуйя. Дискуссию начать. Хорошо нам здесь быть с вами, потому что где дух Господень, там свобода. Свобода от самих себя. Свобода от мысли этого мира. И там Господь заповедовал благословение навеки и навсегда. Итак, третья книга царств. Соломон пробудился от сна. От какого сна? Кто знает? Где он просил? Спал он, спал, да? Итак, Соломон пробудился от сна, от особенного сна, где Господь явился ему. И Соломон попросил у него сердце мудрое. А когда Господь... Ну, давайте прочитаем. И пробудился... А, третья глава, извините. Я думаю, вы догадаетесь. Догадаю. Итак, третья глава, пятнадцатый стих. И пробудился Соломон. И вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим и встал перед ковчегом Господня. И принес все сожжения и совершил жертвы мирные. И сделал большой пир для всех слуг своих. Итак, что просил Соломон? Сердце мудрое, чтобы уметь ему судить. И Господь ему говорит, вот тебе дается мудрое сердце. А мудрое сердце требуется что для него? Сразу испытать. Аминь. И сразу же после этого, в шестнадцатый стих, тогда пришли две женщины-блудницы к царю. И стали перед ними. Вы знаете, я когда готовился, у меня был такой вопрос. Господи, а разве нельзя кого-нибудь посолить не было? Пригласить. На суд. Чтобы это было записано в Библию. Может быть, два солидных человека пришли, землю не поделили, например, да? Или там еще что-то там. А зачем блудницы? Зачем ты хочешь использовать тех людей, которые отвержены от общества? И мне очень понравилось, что Господь говорит, я хочу обучить вас определенным вещам. Аминь. Потому что все имеют доступ к царю. Мне очень понравилось, чтобы блудницы могли встать перед царя. Аминь. Это можно так сказать. Давно их? Например, кто-то пришел перед Соломоном. И там куча дел. Я уверен, что в Израиле в это время куча дел. И я представляю, Соломон смотрит, смотрит, смотрит и говорит, вот этих мне приведите. Потому что Господь говорит, все души мои. Аминь. Господь говорит, все души мои. И эти две женщины. И мы ни в коем случае не хотим оправдать их стиль жизни и поведения. Не в этом суть. Суть в том, что каждый имеет доступ к царю. Суть в том, что каждый имеет право потребовать суда у царя. И каждый человек может стоять перед царем. И встать и изложить свое дело. И он будет выслушан. Аминь. И Господь говорит, я хочу вас обучить. И сказала одна, 17 стих. И сказала одна женщина. О, Господин мой, я и эта женщина живем в одном доме. И я родила при ней в этом доме. На третий день после этого, как я родила, родила и эта женщина. И мы были вместе в доме. Никого постороннего с нами не было. Только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его. И встала она ночью и взяла сына моего от меня, когда я раба твоя спала и положила его к своей груди. А своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего. И вот он был мертвый. А когда я смотрелась в него, то это был не мой сын, которого я родила. И сказала другая женщина, нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорила ей, нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так, перед кем? Перед царем. И говорили они так, перед царем. Вы знаете, я хочу сказать сегодня очень важное слово. Я хочу, чтобы мы с вами встали в ответственное место из-за того, что мы сейчас услышали. Потому что если мы услышали слово, это однозначно ставит нас в ответственное место. Аминь. Давайте мы откроем книгу Экклесиаста. Книгу Экклесиаста, 13 глава. Закладочку там сделаете у себя, пальчик или что у вас там. Итак, книга Экклесиаста, 13 глава. Женщины стали перед кем? Перед царем. Кто производит суд? Царь производит суд. Слушайте внимательно. 13 глава. Ой, извините, 10 глава. Это у меня 13 глава. Это у вас 10. Итак, 10 глава, 20 стих. Даже и в мыслях твоих не злослов царя. Давайте со мной вместе скажем. Даже и в мыслях твоих не злослов царя. Аминь. Мы слышали это? Мы встали под ответственное место. Мы встали под слово Божие. Кто против, что это слово Божие? Не нужно поднимать руки. Кто против, что это Бог говорит? Вы знаете, мы с вами не должны поступать по человеческому обычаю, как мы всегда поступали и как мир поступает. Мы с вами ходим в другой реальности Христа. Аминь. И здесь говорится, даже и в мыслях твоих не злослов царя. И в спальной комнате твоей не злослов богатого. Потому что птица небесная может принести слово твое, и крилатая пересказать речь твою. Мне нравится, как здесь Господь говорит, что твое слово, которое ты сказал в тайне, птица может взять себе в клюв и принести царю. Вы со мной? И тогда тебе не поздоровится. Я-то думаю, что я остался такой же, как я был в этом мире. Вы знаете, если захотите, не если захотите, один из самых простых поводов, как начать разговор с незнакомыми людьми, это сказать, вот, до сих пор это не сделали, вот, дороги какие, вот, это здесь не то, вот, это там не то, и здесь. И сразу у вас появятся, что? Единомышленники. Да, точно. Сколько раз можно мне это сказать? А вот она мудрость. Царь непростой человек. Аминь. Аминь. Кто разрешает узников? Господь. Кто поддерживает сироту? Господь. Кто поддерживает вдову? Господь. Кто поддерживает хайня? В Москве. Пришельцы. Из Америки. Господь. Аминь. Кто поставляет царей? Кто? Господь. Кто убирает царей? Кто? Господь. Аминь. А сердце царя в руке у кого? У Господа. Куда захочет, что? Туда и направляет. Но мы с вами больше знаем. И мы говорим, О, это так не так, и это так не так. И Господь говорит нам сегодня с вами, и мне тоже, в частности, даже и в мыслях твоих не злословь царя. Закрой свои уста. Даже в мыслях твоих не злословь царя. И в спальной комнате твоей не злословь богатого. Книга Иуды. Мы видим с вами здесь такая же мысль. Вы со мной? Долгая проповедь будет. Но ничего страшного. Она очень хорошая. Итак, книга Иуды. Здесь говорится, там одна глава. Итак, восьмой стих, книга Иуды. Так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство, злословят высокие власти. Еще раз повторю. Которая оскверняет плоть, отвергают начальство, злословят высокие власти. Девятый стих. Михаил Архангел, когда разговаривал с дьяволом, споря о Моисе, как вы думаете, было ли у Архангела Михаила что сказать дьяволу? А? Вы со мной? Я думаю, что у него было, было что сказать ему. Да такое! Ух! Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, что не смел произнести укоризненного суда. На кого? На сатану. Вы со мной? Вы слышите меня? Михаил Архангел, высший архи, это один из высших князей, который стоит за народа Израиля, как ангел народа Израиля. Он говорит, я не могу произнести укоризненного суда на сатану. Но он сказал, да запретит тебе Господь. А эти злословия то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расслевает себя. И так даже и в сердце твоем не злослов царя. Я разбираюсь с царями. Давайте мы вернемся в третью книгу царств. Итак, две женщины стали перед царем. Первый принцип, который мы с вами услышали, это перед царем может встать кто угодно, потому что Бог говорит все души мои. 22 стих. И сказала другая женщина, нет, мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорит ей, нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили не так перед царем. И сказал царь, это говорит мой сын живой, а твой сын мертвый. А та говорит, нет, твой сын мертвый, а мой сын живой. И сказал царь, подайте мне меч. Слушайте внимательно. Здесь нужно рассудить между этими женщинами. Без меча здесь не обойдешься. Аминь. Потому что мы с вами, нам с вами был дан рассудок Божий, чтобы мы умели рассуждать с вами, чтобы мы умели рассудить с вами между тем и этим. Нам было дано с вами развлечение, чтобы мы с помощью меча, с помощью Слова Божьего знали, где сатанинские уловки, а знали, где истина. Аминь. Итак, здесь безвыходная ситуация. Соломон говорит, ну что же нам делать с этими женщинами? Принесите что? Принесите меч. И дальше здесь написано. И сказал царь. И принесли меч царю. И сказал царю. Рассеките живое дитя на двое. И отдайте половину одной и половину другой. И отвечала та женщина, которой сын был живой царю. Ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему. О, Господин мой, отдай ей этого ребенка живого. И не умершляйте его. А другая говорила. Смотрите, что говорила другая. А другая говорит. Пусть не будет ни мне, ни тебе. Рубите. Аминь. Запомнили это слово? Пусть не будет ни мне, ни тебе. Рубите. А вот еще слово запомнили? Взволновалась внутренность матери в отношении сына своего. А та говорила. А та сказала. Не будет ни мне, ни тебе. Рубите. 27 стих. И отвечал царь и сказал. Отдайте этой живое дитя. И не умершляйте его. Она его мать. 28 стих. И услышал весь Израиль о суде. Как рассудил царь. Чем рассудил? Мечом. Чем рассудил? Мечом. Что такое меч? Слово Божье. Из уст Иисуса Христа что исходит? Обоюдоострый меч. Аминь. Чем рассудил? Слово Божье. Как рассудил царь и стали бояться царя. Ибо вы видели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд. Мне понравилась история Феликса. Я могу представить, как этот человек разговаривает с молодым человеком. И он слышит. И он смотрит на молодого. А из его ост совсем-таки, совсем даже не молодые мысли выходят. Аминь. Я представляю, что он так раз смотрел, наверное, наблюдает. Это кто со мной здесь говорит? Это кто меня здесь поучает? Не то, что поучает. Кто мне говорит такие слова? Молодой человек говорит мне слова, о которых человек, который уже прожил достаточно времени. На какой машине вы возвращались? На Мерседесе. На Мерседесе. Видите, да? На какого? Шучу. Аминь. Ильюй говорит в книге Иова. Я стоял, слушал вас. Иов, дорогой Иов. Как у него отчество было? Ну ладно. Это у других. Вилдар Савхиянин, Сафар Наамитянин и... Ну ладно. И? И следующие лица. Ильюй говорит. Я-то думал, я-то думал и ждал в стороне, что года будут говорить. Я не хотел вторгнуться в ваш разговор, Иов, и три твои друга, потому что вы солидные люди, потому что у вас борода до пояса, потому что вы оксакалы, и я не хотел вклиниться в ваш разговор, потому что рабел, потому что я самый молодой среди вас. Ну а я стоял, слушал, слушал, стоял, смотрел на вас, смотрел, и меня так распирает, что я не могу удержаться. И говорю вам, слушайте вы меня, вы, три друга Иова, и ты, Иов, тоже слушай. Хотите прочитать? Прочитайте Елеуя, как он входит в этот разговор. Он говорит, я сидел, сидел, слушал, слушал. Но думаю, что будут говорить мудрости здесь. Никто не сказал, хорошо, все, вы сказали свое слово, теперь и я буду говорить, слушайте меня. А когда Ильюль закончил свою речь, тогда Господь из бури стал разговаривать с Иовом. И сказал, ну-ка встай на ноги твои и припаяшься. Я буду задавать тебе 81 вопрос. Умеешь ли ты ответить на эти 81 вопрос? Есть ли у тебя рассудок, есть ли у тебя слова, которые исходят из уст молодого человека, так что пожилые люди смотрят и не могут понять, кто же это говорит перед ними. А сколько Иисусу Христу было лет, как вы думаете? А? 33 года. Ну и представьте себя, вы фарисей со стажем. У вас в трудовой книжке написано, 50 лет стажа фарисейства и пенсии у вас прекрасны. Кстати, на пенсию не нужно надеяться. Вы слышали меня? Ладно, это вырежем. Нет, не вырежем. Кто разрешает узников? Кто поддерживает Сарату? Кто поддерживает вдову? А? А кто поддерживает сильного? Он же. Сиди говорит, мне нужна поддержка. Я и так не говорю. Кстати, мы выиграли все равно. Но у нас другая была. Зарупа. Алилуй. Книга Евангелия от Иоанна, 8 глава. Мы с вами видим здесь царя. Евангелия от Иоанна, 8 глава, 1 стих. Иисус же пошел на гуру Иоаннскую. Кто такой Иисус? Бог всемогущий. Кто он еще? Царь царей и Господь господствующих. Вот он еще один царь. О себе он так говорил. Царица Савская пришла от концов земли, чтобы послушать мудрости Соломона. А здесь тот, кто больше Соломона. Не хотите ли вы послушать мудрости его? И мы говорим, что хотим, Господи. Хотим. Потому что твои мысли намного выше, чем мысли Соломона. Сам Бог пришел на землю. Второй стих. А утром опять пришел в храм. И весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Мне интересно было, чему он учил их. Может быть, он учил их этой истории Соломона? А? Может быть. Я не знаю. Хорошие мысли. Тут книжники и фарисеи со стажем привели к нему женщину. Зачем? Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. И поставив ее посреди, сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, что ты скажешь. Слушайте внимательно. Знаете, что это за картина? Это привели женщину и сказали, вот, эта женщина, ее застали в прелюбодеяние. И над ней навис меч. И этот меч такой, закон, Моисей в законе своем сказал, что таких нужно побивать камнями. Знаете, кто это? Фарисеи и Иисус, знаете, кто они такие? Это та женщина, та блудница, которая говорит, рубите, пусть не будет ни тебе и мне. Вы со мной? Потому что нам нет разницы насчет нее. Потому что мы хотим тебя, потому что мы хотим тебя, а насчет нее у нас нет никакой разницы. И Господь говорит, так что мне, рубить или нет? И фарисеи говорят, в законе написано, что рубить пускай не будет ни мне, ни тебе. И я уверен, что сердце Иисуса взволновалось в отношении этой женщины. Аминь. Так же и как та женщина. Она говорит, нет, нет, не рубите. Пускай лучше ей принадлежит. И Иисус в своем сердце мог бы сказать, нет, нет, не рубите. А если хотите судить мечом, то тогда я направлю этот меч на вас. И мы тогда посмотрим, что с вами произойдет. Давайте дальше прочтем. И сказали ему, учитель, эта женщина взята в прелюбодеяние. И Моисей в законе их заповедовал нам побивать таких камнями, что ты скажешь. И Иисус мог бы сказать, вы занесли меч, чтобы казнить. Хорошо, смотрите. Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них никакого внимания. Седьмой стих. Когда же продолжались спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, хотите, я могу добавить, да, хотите меч, держите. Кто из вас без греха? Первый бросит ее камень. Аминь. Они же, услышав то, будучи обличаем и совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус, женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала, никто, Господи. И Иисус сказал, что и я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Это означает, что Иисус говорит, нет, не надо, пусть меч отпустится на кого? На меня. Аминь. Не надо, пусть меч не отпустится, а фарисеи стоят и говорят, пусть не будет ни тебе и мне. Рубим. И этого рубим, и того рубим, и ту рубим, и этого рубим. Вы знаете, вы со мной, законники такие, будем рубить всех. А Иисус говорит, нет, не будем рубить всех. Потому что этот меч опустится на меня. Меч закона, меч греха, меч справедливости и праведности Божией опустится на меня. А вам нет никакого дела. Иисус говорит, а наемник, он не пастырь. Потому что когда наемник видит, когда приближается волк, он оставляет стадо. И волк расхищает его. А Иисус какой пастырь добрый. И он мог бы сказать, остановите меч, пусть меч идет на меня. А эта женщина пусть будет свободна. И можно сказать так, не имеешь права опускать ее просто так. И Иисус говорит, имею право. Потому что меч опустится на кого? На меня. Давайте мы откроем книгу Захарии и закончим на этом. Книга Захарии, 13 глава. Книга Захария, 13 глава. Пятый стих. Вторая часть. Извините. Шестой стих. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Седьмой стих. О, меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего. Говорит Господь Слово. Порази пастыря. И рассеются овцы. Отец говорит, о мой меч, поднимись на моего сына. Поднимись на моего сына. Потому что я поражу пастыря, чтобы овцы были, чтобы овцы жили. Аминь. А этот мир говорит, рубите. Пусть не будет ни мне и ни тебе. Мы хотим справедливости сейчас. Рубите этого. Рубите того. Пусть не будет ни мне и ни тебе. Мы не заботимся об этом человеке. Мы не любим ее. Мы схватили ее. Застали вместе греха. Привели, чтобы тебя достать. Иисус говорит, взволновалось мое сердце. По отношению к моей дочери, которая здесь стоит. И я говорю, пусть меч упадет на меня. А ей говорю, женщина, и я не осуждаю тебя. Иди и впредь. Что? Аллилуйя. И не греши. Потому что Отец послал меня, чтобы меч суда опустился на меня. А вы свободны. Аллилуйя. А мы с вами свободны. И нам не нужно платить Иисусу Христу, что Он принял меч на себя. Вы слышите меня? Нам не нужно отплачивать Богу за то, что Он был за нас на кресте Голгофе, с какими-то своими делами. Нам не нужно с вами делать нечто или становиться законниками, которые говорят прямо сейчас. Пусть будет не тебе и не мне. Главное, чтобы справедливость восторжествовала. Иисус говорит, справедливость удержана до определенного времени. А сейчас благодать воцарилась. А сейчас престол благодати открыт. И туда может встать перед царем любой человек. И этот человек может обратиться к Иисусу Христу. И сразу же его жизнь как блудника и блудницы, потому что это одинаковое, станет какая святая, освященная, искупленная. И Иисус говорит, взволновалось сердце мое, когда я увидел, что украли у меня мое творение. Сатана украл у меня мое творение. Но я иду, как в свитке книжном написано обо мне, исполнить волю Твою Божию. И меч уже занесен праведности и святости. И суда Божия Иисус говорит, отойди, я встану под меч. И там говорится, что Иисус был заплан до сотворения мира. А мы с вами освобождены. И наша часть какая? Господи, спасибо Тебе. Я теперь не мертвый, но живой. Если бы меч сюда опустился на меня, я стал бы мертвый и пошел в ад. Но из-за того, что Ты принял весь удар за меня, я иду на небеса. И мы там встречаемся вместе. И Ты мне говоришь, все древнее прошло. Иди впредь, не греши. И я говорю, Господи, если Ты так меня сильно любишь, какое мне дело до этого алкоголя? Господи, если Ты так меня сильно любишь, какое мне дело до этого алкоголя? Господи, если Ты меня так сильно любишь, какое мне дело до того, чтобы ходить направо и налево, обманывать свою жену, обманывать свою семью? Господи, если Ты меня так любишь, какое мне дело до мыслей этого мира? Я буду благословлять царя, буду благословлять начальствующих, буду молиться. Потому что Ты, Тот, который ставишь царей, который убираешь царей, который поддерживаешь сильного, поддерживаешь слабого, поддерживаешь сироту и вдову, выпускаешь пленников на свободу, у Тебя ключи от ада и смерти. И мы говорим, Господь Иисус, спасибо Тебе, это Цина, Ты настоящий царь, который правильно судишь и оставляешь в живых тех, которые обращаются к Тебе. И даешь им изобилие благодати и дар праведности. И они идут уже в этом мире, царствуя единым Иисусом Христом. Держите это, чтобы дьявол не украл это у вас. Наслаждайтесь в этом. Мы живем в этом и благодарим. И у нас есть дух благодарения, дух почтения. И мы знаем, что наш царь очень сильно любит нас. И он сделал нас царственными священниками. Помните, мы иногда так очень приятно сказать, да? Господь сделал нас царственными священниками, которые могут исполнять служение Нового Завета. Это не буквы, которые убивают, а что? А Духа, который животворит. Аминь. Отец наш небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Спасибо, Иисус. Мы ничем не лучше брудницы, которые привели к Тебе. Но Ты принял меч суда на Себя, а мы стали свободными. Спасибо Тебе, Иисус. Ты рассудил правильно с Твоей точки зрения, потому что сердце Твое волнуется о нас. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны за Евангелие благодати. Благодарны за то, что мы слышим слова ободрения и глубокого наставления в вере. Продолжай вести нас, Господи, в Твоей любви. Слава Тебе, Иисус. И тогда нам не нужно, Господи, искать любовь на стороне, потому что для нас накрыт стол в благодати. Слава Тебе, Господи. Если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, может быть, Вы знаете другого царя, который рубит направо и налево, наказывает, уничижает, пренебрегает, не подпускает к себе. Мы говорим Вам сегодня, это не Ваш Царь, а Ваш Царь, Который раскрыл свои руки для Вас на кресте колгофы и ожидает Вас, и Он любит Вас, и никогда не оставит Вас. Придите к Нему по вере, прямо сейчас. И скажите в молитве обращения из Вашего сердца к Его сердцу, и скажите, дорогой Господь Иисус Христос, я иду к Тебе, Ты мой Царь, спаси меня, подари мне вечную жизнь. Я хочу, чтобы из грешника я превратился в праведника. Ты моя помощь, Ты моя щит, и я блаженный человек. Спасибо Тебе за спасение с небес, благослови нас, благослови меня, и во имя Иисуса Христа я вовлюсь и прошу. Аминь. Аминь, благослови Вас, Господи.